Национальными видами спорта занимаются и в Ленске. Молодой учитель физической культуры Афанасий Уваров – масс-рестлер. Он тренирует ребят-воспитанников коррекционной школы и вывозит их регулярно на спартакиады и соревнования. Дмитрий Вильчевский продолжит тему. Равняйсь! Смирно! Здравствуйте! Афанасий Уваров решил стать учителем, еще когда сам учился в школе. Сомнений в выборе профессии не было. Ведь большая часть родственников тоже преподавали в школе. Мои родные, тети, дяди, двоюродные сестры – все педагоги. И сам я спортом занимался хорошо, поэтому, что мне оставалось только, любимым делом заняться осталось, поэтому пришел к этому профессию – учитель физической культуры. Молодой учитель занимается физкультурой с непростыми учениками. В коррекционной школе дети требуют особого внимания. Но, несмотря на небольшой стаж, Афанасий находит общий язык с самыми разными учениками. По возможности старается вывозить ребят на соревнования, где начинающие спортсмены делают свои первые успехи. Именно с его легкой подачи начала работать секция по тяжелой атлетике. Мальчишки серьезно занялись хорошим физическим спортом. Несмотря на то, что работает очень мало, у него уже есть достаточно хорошие перспективные победы. Привлекая ребят к физкультуре, Афанасий Уваров дает им возможность развиваться в профессиональном спорте. В секцию по масс-рестлингу, которую он проводит в свободное от работы время, юные спортсмены приходят с большим желанием. Тренер добрый, понимающий. Я стал сильнее, потому что масс-рестлинг идет мне на пользу. И я делаю сам себе хорошо. Тренер, он как второй друг, он меня учит все время, говорит, помогает, где я не могу. Говорит, чтобы вот молодец. Секция масс-рестлинга на базе спортивного зала «Олимп» открылась в Ленске совсем недавно. Здесь, под руководством Афанасия Уварова, тренируется уже более 20 спортсменов абсолютно разных возрастов. Привлекать надо молодых в спорте детей. Дети должны двигаться, бегать, прыгать должны. И заниматься. А что дома сидеть? Всю свою жизнь Афанасий Уваров ведет здоровый образ жизни. Пропагандирует его и во время работы с детьми. А еще он старается поддерживать все их начинания. Ребята это ценят. Для многих своих воспитанников он стал не просто учителем и тренером, а настоящим другом. Дмитрий Вильчевский, Руслан Кириллов, телеканал «Алмазный край».